С новыми силами к новым делам. Девиз ежегодного форума внутришкольных общественных организаций. У них самые разные названия. Например, след, эмблема, символизирующая 7 шагов к успеху. Это представители школы номер 12, станица Анапская. Юноши и девушки занимаются спортом, помогают ухаживать за мемориалами, проводят субботники. Сегодня во внутришкольном движении участвует более четверти учащихся города-курорта. По словам председателя движения «Республика детства» Виталия Фомина, доля увлеченных растет. Кроме того, в этом году школа номер 6 вошла в пилотный проект российского движения школьников. Организацию создали два года назад указом президента страны. Ее задача, с одной стороны, создать единое пространство для внешкольной работы, а с другой – предоставить новые возможности для самореализации детей и подростков. А Анапа заработала право еще одну пилотную площадку открыть на базе 6-й школы батареактивной деятельности. Детская оперативная организация «Горящие сердца». И мы очень гордые дети. Мы очень надеемся, что в следующем году еще определенное количество школ присоединится к общероссийскому движению. И буквально я уверен, что скоро абсолютно все школьники Анапы войдут в российское движение школьников. Все в своем огромном большем составе. По мнению Виталия Фомина, всероссийское движение интересно еще и тем, что школьники могут самостоятельно участвовать в различных конкурсах. Это расширяет возможности для самореализации. В школе номер 3 федеральная программа действует уже год. Именно тогда десятиклассник Павел Ильин решил, что будет участвовать в общественной жизни. Его избрали президентом школы. Он стал председателем ячейки российского движения школьников. С апреля выпускает внутришкольную газету. Уже выиграл конкурс среди юных журналистов. В издании есть самые разные рубрики, в том числе посвященные тому, что сегодня интересует его сверстников. Например, киберспорту, соревнованиям на базе различных компьютерных игр. Я ловлю драйв, потому что я эти делаю, и мне это приносит какую-то пользу. Мне это приносит пользу, я и стимул одновременно идти дальше, сделаю что-то новое. Сегодняшнее мероприятие – официальный старт новому циклу внутришкольной общественной деятельности. В этом году особое внимание футболу. В 2018 году Россия принимает чемпионат мира. В том числе в Сочи будут проходить матчи, а в Анапе строятся два тренировочных стадиона. Возможно, кто-то из сидящих в зале станет волонтером или как-то еще поможет в организации и работе важного для страны мероприятия.